Как-то раз один ученик меня спросил, говорит, Евгений, ну объясни мне, пожалуйста, как упроявляется в немецком языке глагол werden. Я дал ему глагол, ну прям фундаментальное объяснение, и сделал на эту тему видео, залил его на YouTube, вы можете его посмотреть, если кликните вот здесь на буквку I. Если я так все фундаментально разобрал, зачем я делаю это видео? Дело в том, что под тем видео люди много жаловались, что оно слишком подробное. Слишком много грамматических терминов, слишком мало примеров, и где же перевод, где же простой перевод этого глагола. Вот werden значит то-то и то-то и то-то по-русски, и все, больше меня, пожалуйста, не трогайте. И по сути, вот это видео, которое вы сейчас смотрите, является лайт-версией того с дополнительными примерами. Сегодня мы с вами вообще не будем, я постараюсь по максимуму, не управлять всяких разных грамматических терминов и давать максимально простые схемы без излишнего упрощения. Вот здесь werden переводится на русский так, здесь, так, здесь, так и все. Поэтому сегодня разбираем этот сложнейший глагол максимально простым способом. Итак, поехали. Если говорить очень просто, то глагол werden имеет 4 варианта перевода на русский язык. И первый вариант, например, ich werde, будет переводиться как я становлюсь, я стану. То есть глагол werden, это такой глагол, который показывает некое изменение состояния. То же самое, что наш русский глагол становиться. Например, ich werde krank. По-немецки я дословно становлюсь больным. Полностью предложение. Ich fürchte, ich werde krank. Я боюсь, я становлюсь больным. Мы по-русски скажем боюсь, что заболеваю. Еще один пример. So wirst du ganz nass. Дословно, так станешь. Ты совсем мокрым. То есть, так ты совсем промокнешь. То есть, допустим, не выходи в такой ливень без дождя. Так ты совсем промокнешь. Geh ohne Regenschirm nicht raus. So wirst du ganz nass. Es regnet ja so heftig. Вот, например, в таком контексте можно было бы сказать данную фразу. Немецкое настоящее время может использоваться для будущего. Поэтому вполне немец может так сказать, допустим, ребенок какой-нибудь или школьник. Ich werde lehre. Ich werde lehre. Это не значит, что он сейчас становится учителем. Это значит, что он хочет сказать, что я стану учителем. Ich werde lehre. Я стану учителем. То же самое, естественно, все можно сказать в претеррите в прошедшем времени, которое больше характерно для письменной речи. Sie wurde, Lehrerin, она стала, учителем. Als mein Kind groß wurde, когда мой ребенок дословно стал большим, то есть вырос. Дальше многоточие, потому что можно продолжить там. Когда мой ребенок вырос, произошло там то-то и то-то. Еще один пример. Ich wurde traurig. Можно перевести я загрустил или я расстроился. А дословно я стал грустным. Ich wurde traurig. Впадаете в ступор, когда нужно заговорить на немецком языке. Тем более, когда перед вами сидит экзаменатор. Это абсолютно понятное чувство. Дело в том, что письменная речь сильно отличается от устной. И по-настоящему качественных материалов, которые бы обучали устной речи, не так уж и много. Из этого фундаментального запроса возник мой курс подготовки к экзамену ГЁТЭБ-1. Он уже помог сотням учеников преодолеть языковой барьер, эффективно подготовиться и, что самое главное, с первого раза сдать устную часть экзамена ГЁТЭБ-1. По ссылке в описании на странице курса вы можете почитать о нем поподробнее. И если оставите свою почту, получите 4 урока из полного моего курса совершенно бесплатно. Это ни к чему вас не обязывает. Поэтому переходите, занимайтесь по бесплатным урокам и улучшайте свой устный, разговорный немецкий язык. А мы возвращаемся к нашей теме. Именно в смысловом значении мы можем еще употребить глагол «вряден» в конъюнктиве, чтобы у нас был вот этот смысл «я стал бы». Здесь, правда, есть одна особенность. Если мы хотим сказать «я с удовольствием стал бы космонавтом», и я не исключаю этой возможности, то это будет так. «Исфера гяна космонавт». Я бы стал космонавтом, может быть, еще и стану. Ну, скорее всего, вряд ли, но может быть. Почему бы нет? То есть потенциальный конъюнктив – это когда мы некую потенцию, то, что может произойти, не отрицаем. Если мы хотим сказать, что вот если бы я в прошлом продолжил ходить на эту спортивную секцию, я бы точно стал спортсменом. Но я туда ходить не продолжил, и спортсменом не стал. И это уже, получается, у нас нереальный конъюнктив. Это у нас будет выглядеть вот так. Я бы стал спортсменом, но уже не стану никогда. По сути своей, как бы здесь ничего страшного, это просто тот же самый глагол «верден», только во втором конъюнктиве не в потенциальном, а в нереальном. Ну, не суть, как бы. На самом деле это уже некие такие тонкости, мелочи, которые вам не нужно особо знать, поэтому забудьте все, что я вам сказал про «вырда», «вэра» «геводен». И давайте просто перейдем к перфекту. Смысловое значение глагола «верден» становиться в перфекте. Очень часто вы будете это именно так употреблять. Помимо тех примеров, которые у нас уже были. «Си ist Lehrerin geworden», «als mein Kind groß geworden ist» и так далее. Еще один пример я вам придумал. «Ich bin schneller geworden». Например, «я стал быстрее». Занимался спортом, бегал, 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 и все. Теперь могу сказать «все, я стал быстрее, я 100 метровку быстрее пробегаю». «Ich bin schneller geworden». Подведем некий итог. Первое наше значение, первый вариант перевода глагола «верден» – это становиться. В разных абсолютных временах это может употребляться, но суть всегда одна и та же – переход из одного состояния в другое. И мы это выражаем немецким глаголом «верден». Следующий вариант перевода глагола «верден» – это «буду что-то делать». То есть тупо будущее время. Вот просто будущее время и абсолютно ничего кроме этого. И здесь нет никаких тонкостей, типа как в английском языке «I'm going to» или «I will» или там какой-нибудь, не дай бог, «shell» или еще что-нибудь такое. В немецком все предельно, просто предельно. Банально «верден» – это такое же будущее время, как у нас «пойду» или «буду идти», «полечу» или «буду лететь», «сделаю» или «буду делать». То есть вот по-русски у нас есть совершенный, несовершенный вид в будущем времени. А по-немецки и такого различия тоже нет. Просто «Ich werde etwas tun», «Ich werde etwas machen». Это либо «я буду делать», либо «я сделаю». И разница здесь, ну, в зависимости просто от контекста. Это будет переводиться либо так, либо так на русский язык. А по-немецки всегда будет вот эта вот единая форма будущего времени, которую всегда можно употребить, когда у нас будущее время употреблено в русском языке. То есть хотите сказать «я завтра буду обязательно YouTube смотреть», то так и скажите «Ich werde morgen YouTube schauen». Просто с этим глаголом «werden». Вот что у нас, тут какие еще примеры. Я вам написал «Ich werde nach Deutschland fliegen», «я полечу в Германию». Или в каком-то контексте это можно было бы перевести «я буду летать в Германию». Здесь без контекста непонятно. То есть «Ich werde nach Deutschland jeden Tag fliegen», «я буду летать в Германию каждый день». Если бы здесь было jeden Tag, мы бы несовершенным, точнее, да, несовершенным видом перевели на русский язык. А если без jeden Tag, если morgen, да, «Ich werde nach Deutschland morgen fliegen», тогда мы бы совершенным видом перевели, потому что у нас в русском языке, кстати, для тех, кто не знал, совершенный и несовершенный вид отличаются только единственным критерием. Совершенный вид – это значит, что мы что-то делаем один раз в будущем, несовершенный вид – это больше, чем один раз в будущем. Вот как у нас по-русски это все довольно логично и довольно на самом деле просто. А в немецком даже этой разницы нет. Поехали, следующий пример. Er wird im Konzert singen. Он будет петь на концерте. Вот и такой пример можно привести. Er wird verwerden. Здесь у нас werden как вспомогательный. То есть он будет что-то сделать, и дальше werden, именно как смысловой. Он будет становиться, то есть он станет в будущем. Можно и так сказать. Раз уж у нас видео про суперпростые предложения и примеры, давайте еще такое разберем. Er wird gepriesen werden. Здесь у нас тоже два раза werden. К сожалению, нельзя употребить в одном предложении три раза werden, а то я обязательно бы такое предложение привел. Но вот это переводилось бы. Он будет, точнее, его будут хвалить. Er wird gepriesen werden. И, собственно говоря, мы из этого примера плавно перетекаем в наш следующий пункт. Пункт три. Это когда у нас werden переводится нашим русским ся, или просто изменением субъекта-объекта. В общем, когда у нас пассивный залог, то есть пассивный залог образуется еще глаголом werden, помимо будущего времени. И вот здесь вот в этом примере мы одно и другое объединили. Er wird gepriesen werden. wird здесь показывает, что это будут, а gepriesen werden – это то, что не он будет хвалить, а его будут хвалить. Если бы мы попытались через ся перевести, то это бы переводилось «он будет хвалить ся». Понятно, он не сам себя будет хвалить, его будут хвалить. Ну, в общем, здесь в немецком языке тоже очень важное разделение. Что-то такое будешь делать опять сложно, легко не получилось. Пассив в немецком языке – es wird gepraut, например. Es wird gepraut. Das Haus wird gepraut. Дом строится. Это очень важно в немецком понимать, что если мы wird gepraut говорим, то это не дом себя строит, а какое-то третье лицо строит дом. В немецком все строго. То есть у нас дом строится, как бы вроде мы употребили ся, и вроде дом строит ся – это дом строит себя. На самом деле не он себя строит, а другие его строят. И почему мы так говорим по-русски абсолютно непонятно. Но в немецком языке все логично. Если дом сам себя не строит, то «зись» – немецкое возвратное местоимение «зись», которое переводится дословно как «наше ся», уже нельзя использовать. Поэтому, например, когда мы говорим «я причесываюсь», мы можем сказать «ich kieme mich», потому что я это сам делаю. А если мы говорим «я стригусь» по-немецки, то мы уже не можем сказать «ich schneide mir die Haare» или там «schneide mich» тем более не надо говорить. Потому что обычно причесываемся-то мы сами. А стрижет нас кто-то третий. И более того, с нашего разрешения. Поэтому тут вообще будет только глагол «lassen». «Werden» тоже нельзя использовать. В общем, много тонкостей. У меня есть отдельное видео про пассивный залог. Сейчас не будем на этом очень долго останавливаться. Вообще не будем больше на этом останавливаться. Просто имейте в виду, что глагол «werden» – он вводит пассив. И давайте уж для пущей ясности дам вот два варианта того, как может переводиться «werden» именно в значении пассивного залога. Либо мы на русский язык это переводим нашей частицей «ся». Либо мы на русский язык переводим это… Видите, как я пометил? Здесь у нас получается глагол «werden». Вот так вот по-русски переводится. То, что не дом строит сам, а то, что дом строят. Они строят. Кто-то строит дом. В общем-то, вот так вот у нас по-русски выражается пассивный залог, потому что у нас как бы такой нативной формы для выражения пассивного залога в языке нет, в отличие от немецкого. Поэтому приходится изворачиваться. То через возвратное местоимение, то через местоимение «они» и третье лицо – множественное число глагола. В этом на самом деле самая большая сложность. Вот если нет четкой параллели между одним языком и другим, то вот эта вот тема обычно туго заходит. А если параллель есть, говоришь вот тут так, тут так, как бы все одно и то же, и тогда все просто. Ну давайте перейдем еще к примерам. Das Haus wird jetzt gerade gebaut. Дом как раз сейчас строится. Интересно, что в немецком языке и глагол «движение» иногда в определенном контексте могут употребляться «swerden» в пассивном залоге «es wird hier getanzt». Это дословно, если бы мы перевели «здесь танцуется». Или же «здесь танцуют». Здесь «танцуют» на самом деле абсолютно нормальный перевод вот этого «es wird hier getanzt». Здесь «танцуют» – это танцпол. Здесь «танцуют» – здесь не просто стоят. «Es wird hier getanzt und nicht gestanden». Вот такой вот забавный пример. Давайте еще какой-нибудь пример придумаем в настоящем времени. «Er wird gelobt» – его хвалят. Еще один пример. «Für sowas wird man hier gestraft». «За такое здесь наказывают». Естественно, все эти предложения можно поставить в прошедшее время. То есть, например, «его хвалили». «Er wurde gelobt». «За такое здесь наказывали раньше», а сейчас, например, не наказывают. «Für sowas wurde man hier gestraft». Или «Das Haus wurde gestern um drei Uhr gebaut». «Вчера дом в 13 часов», точнее, в час дня строился процесс шоустройки. «Une es hat mich gestört», и это мне мешало. И последнее, четвертое значение глагола «werden», которое только имеет место в особой форме, в форме «würde», переводится «бы». В данном случае «würde», глагол «werden», вот именно в этой форме переводится просто «бы». То есть, «я бы что-то сделал». И это именно, мы уже с вами немножко это обсуждали, это именно потенциальный конъюнктив. То есть, не что-то, что было сделано в прошлом, и уже это нельзя изменить, а что-то, что можно было бы сделать сейчас, или можно было бы сделать в будущем, но никак не в прошлом. Вот это вот очень важно. Например, «Ich würde gerne 300 Jahre leben». «Я бы с удовольствием жил 300 лет». Вроде это не очень реальная цифра, 300 лет. Могли бы здесь и тысячу написать, и две тысячи, и бесконечность, но на самом деле, поскольку это не имеет некой завершенности в прошлом, мы можем это употребить вот с этой «würde» формой, в этом потенциальном конъюнктиве. «Я бы с удовольствием 300 лет жил». «Ich würde gerne 300 Jahre leben». Еще один пример. «Würdest du mit mir Abend essen?» «Ты со мной поужинал бы?» Или «поужинала бы?» Можно перевести «не хочешь пойти со мной поужинать». Еще один пример, где несколько глаголов «werden», каждый на своем месте. «Er würde traurig werden, wenn du nicht mitkommst». «On», и в данном случае «würde» мы переводим как «бы». «On бы traurig werden». «Расстроился». Дословно «стал бы грустным, wenn du nicht mitkommst», «если ты не придешь». Так чисто теоретически можно сказать, может быть, стилистически это не идеально звучит, здесь на самом деле просто можно использовать, было бы настоящее время. «Er wird traurig, wenn du nicht mitkommst». «Он расстроится, если ты не придешь». Итак, еще раз суммируем все способы перевода глагола «werden» с немецкого на русский язык. «Становиться». Второе. «Буду что-то делать», то есть выражение будущего времени. Третье. Мы «werden» переводим в пассивном залоге либо нашей возвратной частицей «ся», либо невидимым местоимением «они», который уходит за скобки, и, естественно, согласованным с ним глаголом. «Дом строят», «здесь танцуют», «его хвалят», «за такое наказывают». И третий вариант перевода. Глагола «werden» — это нашей частицей «бы», но только когда это не в прошлом происходит. Если же вы хотите углубиться в формы и прям по полочкам досконально все понять, что в себе содержит глагол «werden», в каких он может в формах употребляться, какие формы употребляются чаще, какие реже в немецком языке, то посмотрите то мое видео, о котором я сказал в самом начале. Вы его сможете легко найти, нажав на кнопочку «и» вот здесь, в верхнем углу. Не забывайте о том, что по ссылке в описании вы можете перейти на страницу моего курса подготовки к экзамену ГТБ-1, оставить свою почту и получить из этого курса 4 урока бесплатно, да еще и скидку на полный продукт. Мой курс — это реальный шанс максимально эффективно подготовиться к этому экзамену и издать части «Sprechen и Schreiben» с первого раза. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за внимание и до скорых встреч! Auf Wiedersehen! Tschüss! Всем пока! Пока!